В Самарской области свадебный бум соединиться узами брака 7 и 8 июля в регионе решили около тысячи пар. Даты стали самыми популярными благодаря предстоящему Дню Семьи, Любви и Верности. Напомню, праздник в России отмечается с 2008 года и его связывают со святыми Петром и Февронией, покровителями брака. В ЗАГС отправились даже те, кто вместе уже 50, 60 и 65 лет. Для них провели особую церемонию. Секреты семейного счастья узнала Мария Акимова. Они познакомились в автобусе и по пути им уже полвека. Почетный работник прогресса и учитель биологии с 40-летним стажем уверены, семейное счастье – это тоже большой труд. А его залог в терпении и чувстве юмора. Когда она начинает выражать какое-то свое недовольствие, я ухожу на участок. Так что жизнь я и порвен на светлом воздухе в основном. А вот Кашкаровым рукой подать до коронной свадьбы. Они вместе уже больше 65 лет. У теремка в их честь даже установили именную плиту. Семейная аллея – это символический памятник самым крепким и любящим парам области. Виктор Васильевич – участник Великой Отечественной. На фронт ушел добровольцем, начинал в пехоте, потом кавалерия, морфлот. И в свои 95 груза прожитых лет не чувствует. Признается, окрыляет любовь. Трое детей и пять внуков. Все с университетским образованием. Среди них учителя, врачи, инженеры, юристы, кандидаты наук, спортсмены и другие специалисты. Радуют нас наши правнуки, шкалеры. У нас семья – это великое счастье, великое благо. Уютная гавань, где мы находим взаимопонимание. Вместе 50, 60 и даже 65 лет. Пары, которые точно знают секрет семейного счастья и пронесли его через десятилетия, получают почетные награды в преддверии Дня Семьи, Любви и Верности. Всего в этом году будет вручаться по всей Самарской губернии 70 медалей. В каждом городе, в каждом муниципальном районе есть такие семьи, которые получат эту награду. Укрепление семьи, оно всегда было во главе нашего российского государства. И сейчас, конечно же, очень большие усилия предлагаются и президентам Российской Федерации, и правительствам Российской Федерации, губернаторам Самарской области и правительствам Самарской области, чтобы поддержать этот институт. В России праздник отмечают с 2008 года. Этот день связывают с православными святыми Петром и Февронией. Они – покровители семьи и брака. Простая крестьянка Февронии исцелила от болезни князя Петра, за что тот на ней и женился. Они полюбили друг друга, многое вместе пережили и умерли в один день. Супруги завещали похоронить их в одном гробу, но их желания исполнено не было. Уже после погребения произошло чудо. Они воссоединились. Чудо или вымысел, но в красивую историю любви самарские молодожены охотно верят. Этот бронзовый памятник в Самаре появился шесть лет назад и стал местом паломничества свадебных кортежей. По традиции, 8 июля самарцы возлагают к скульптурной композиции цветы. С большим желанием хотим посетить храм и вот пришли поклониться святым, потому что скоро праздник 8 июля. И очень рады, что этот праздник теперь считается не просто для верующих или церковным, а общепринятым, общегосударственным. Вот когда говорят там 14 февраля День влюбленных, мне всегда хочется кричать во все услышание, почему не 8 июля нужно отмечать этот праздник День влюбленных, потому что именно семья – это основа основ. В этом году праздник масштабно отметят по всему региону. Так в Тольятти у Дворца бракосочетания откроют первый в стране венчальный храм в честь Петра и Февронии. Кроме того, 7 и 8 июля стали самыми популярными датами среди молодоженов. В преддверии Дня семи любви и верности в регионе узами брака сочетаются около тысячи пар Самарской области. Мария Акимова, Михаил Смирнов, Новости губернии.